МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент» и сегодня у нас в гостях политик, писатель и журналист Юрий Рожко. Здравствуйте! Здравствуйте! В эти дни прошла презентация новой книги. Называется «Конспирация демонов революции», если правильно перевел название. По признанию тех, кто уже знакомился с этим трудом, если не ошибаюсь, четвертая книга уже, наверное, вышла? В этом году четвертая, да. А всего сколько уже написано? Всего я своих не читал, может быть, штук 10. Но под агидой народного университета в этом году выходят 6 книг. Это четвертая по счету, еще две будут презентации в этом году, если будет время, я расскажу. По признанию тех, кто уже ознакомился с книгой, труд неоднозначный. И тогда вот первый вопрос. Чем вызван интерес к событиям в столетней давности? Я так понимаю, что здесь в основе того, что написано, лежат события Великой Октябрьской революции 17-го года. И сразу второе, в каком жанре эта книга? Ну, видите, я в начале года подумал, что неплохо бы пригласить на общую площадку значимых интеллектуалов нашего континента. Я сделал это в форме интервью, как журналист. Десять вопросов, тех же вопросов, которых задаю священнослужителям из России, людям из академической среды Западной Европы, Румынии. Самые разные люди, самых разных профессий, но это всякий раз это люди, которые являются значимыми в своей области. Это и геополитики, и политологи, и писатели, и теологи, которые ответили на этот тест, скажем такое. Десять вопросов, включительно, почему именно в России исторические, идеологические корни этого явления? Был ли это российский проект или импортный проект? Затем, какие параллели между коммунизмом и либерализмом? Коммунистическая идеология осталась в прошлом, хотя есть еще, скажем, это название в некоторых партиях и так далее. Как это созвучно с идеологией либерализма, которая на сегодня является номинирующей. Очень интересно, что практически все западные авторы, которые отвечали на мои вопросы, очень пространно объясняли новый вид тоталитаризма, неолиберализм. Как это функционирует, что это за зараза, что за вирус. Конечно, есть и вопрос, почему Ленина не хоронят. На это тоже отвечает по-разному. Большинство отвечает с точки зрения политической целесообразности. Если Ленина похоронят, то тогда либералы смогут поссорить русскую православную церковь с партией коммунистов, которые очень близки по ценностям, которые на сегодняшний день защищает партия коммунистов Российской Федерации, в Думе и так далее, в обществе. Скажем, ценности семьи, исторические ценности, культурные ценности российского и русского народа. Очень интересная получилась работа. Мне очень приятно, что люди отвечали на это. Некоторые просили еще неделю. Дайте мне, пожалуйста, еще неделю или еще месяц. Потому что люди ходили в библиотеку, брали книги, изучали тот период. То есть это очень серьезный академический труд, хотя он по своим объемам не очень-то велик. Его можно прочитать за 2-3 вечера. И легко читается, потому что вопрос-ответ. Хотя некоторые, скажем, профессиональные авторы научных книг, они делают сноски. У них очень много цитат, конкретных примеров, которые можно найти в других работах. Это тоже очень интересно. И вот если вы заметили, вот скажем, в Российской Федерации в этом году было очень много научных, культурных событий, много документальных фильмов, телепередач, художественных фильмов, сериалов, вот Ротский, там, Демон революции, Пропарвуса и так далее. В Республике Молдова, к сожалению, этому не уделялось так много внимания. Моя задача была не для того, чтобы очернять Советский Союз, или, наоборот, обелять Советский Союз, а попытаться посодействовать правильному пониманию этого очень значимого исторического геополитического события, что произошло, почему Троцкий проиграл, почему Сталин выиграл, во что превратилась Советская империя после того, как троцкисты проиграли битву с традиционалистами. Сейчас можно этот термин использовать. То есть, мне кажется, это очень важно. И параллель между тем, что задумывалось в 2017 году, и тем, что уже происходит сегодня на Западе, в России, скажем, что происходит сегодня на Западе, очень интересно. Потому что один из вопросов касается сущности глобализации. Это новый вид мировой революции. Это тоже своего рода троцкисты. А те, кто пишут по сегодняшнему Америку, говорят, ну, ребята, это неотроцкисты, неоконсерваторы, это неотроцкисты. Очень интересный подход. То есть, попытка униформизации, то, что в Советском Союзе не удалось. Этот эксперимент провалился еще в 20-30-х годах. Отменяется национальность, отменяется культурная идентичность и так далее. Все становятся какими-то роботами, абсолютно одинаковыми, такими вот атомами, без собственной идентичности коллективной. И когда мы смотрим на сегодняшнюю западную идеологию, доминирующую американскую идеологию, происходит то же самое. Только тогда коммунисты не предлагали себе аннулировать и половую идентичность. Сегодня доехали уже и до этого. То есть, эти параллели, мне кажется, очень значимы. То есть, мы отталкиваемся от исторических... Смотрите, там ведь в советское время отошли от этой концепции. То есть, понятно, что это прошло достаточно кровавым образом, но тем не менее, они в те годы решили все-таки пойти другим путем, увидев, видимо, ущербность вот той, будем говорить, идеологии, которую навязывал тогда стране Троцкий и Ежесни. Да, это очень интересное событие, потому что мы, как люди, выросшие в Советском Союзе, которые учились в тот период, нам никогда не преподавали и не преподносили конфликтные стороны становления Советского Союза. Или что еще оставалось из классического марксизма в том, что тогда доминирующая идеология преподносила. Очень мало. Оставались какие-то общие тезисы. Но сегодня, на сегодняшний день уже понятно, что ценности семьи удалось отстоять, потому что первая генерация большевиков, это была свободная любовь, какие там браки, вообще детей должно воспитывать. Новый мир построен. Воспитывать и должно государство, а не муж с женой, папа и мама. То есть, все это осталось в прошлом. И мне очень импонирует термин, который выдумал мой друг, известный российский мыслитель, геополитик, философ Александр Георгиевич Дугин, он называет этот феномен археомодерн. То есть, вот эта надстройка идеологическая, там, что была верхняя, скажем, официальный дискурс, имел очень мало общего с того, как общество самоорганизовывалось, как люди сохранили свои исторические, традиционные, культурные, даже религиозные корни. И что на уровне горизонтальном этика продолжала оставаться православной. Даже ценности, вот все, что нас учили в школе, это храбрость, это доблесть. Когда мальчика спрашивали, кем ты хочешь стать? Я хочу стать военным, пограничником. Дети искали героические профессии. То есть, культ героизма, альтруизма, если хотите, все эти нравственные ценности были очень здорово подчеркнуты в Советском Союзе. Это никто не исключает того, что были береги и так далее. Но мы тогда не смотрели на конфликт между Советским Союзом и Западом, как на геополитический конфликт. Лишь внешняя сторона, оболочка была идеологическая. Там либерализм, здесь коммунизм. А борьба против СССР, сегодня мы это уже лучше понимаем, всегда имела только одну первопричину. Это попытка прибрать к рукам недра и территории России. Это геополитика, это мало чего имеет с идеологией. Если мы посмотрим, мне очень нравятся наши западные друзья, пишут об этом. Говорят, ну, сейчас все шельмуют Путина, да? А ведь не важно, кто руководит Россией, будь это Советская Россия или постсоветская. Я не знаю, там, пусть даже досоветская. Царь, там, или, я не знаю, там, Ленин, или Сталин, или Путин. Нет. Они все равно негативные персонажи. Русофобия дежурная в доминирующих СМИ Запада. Почему? Потому что Россию нужно уничтожить. Ее недра, ее пространство, ее территория очень важны. Это цель, скажем, как говорит мой друг Николай Стариков, но это всегдашняя цель стремления англосаксов, да? Как мы говорим, да, англосаксонской цивилизации, да, коммерческой цивилизации, цивилизации, направленной на обогащение, на техницизм и так далее. Здесь же очень интересно, вот, когда мы говорим, вот я на презентации этой книжки, моего сборника, скажем так, это является коллективным трудом, подчеркнул, что вот и в Молдове мы часто, вот, известный наш коллега по парламенту Михаил Иларионович Сидоров подчеркнул, что мы остаемся, Молдова остается расколотым обществом. Это тоже в беседе о том, что произошло в 17-м году. И Миша прав, конечно, мой коллега, давнишний по парламенту, очень уважаемый интеллектуал, что мы остаемся расколотым обществом. И я сказал вдобавок, что мы остаемся расколотым обществом, потому что мы чувствуем себя провинциалами. А Республика Молдова должна чувствовать себя частью Евразии, и континентальный взгляд на мир. Вот это, мне кажется, что является одним из рывков, которые мы должны сделать в нашем обществе. Когда мы говорим, скажем, о теории Деголя, когда он говорил, Акса, как мы говорим по-русски, Ось, Париж, Берлин, Москва, все остается так же. Или когда мы говорим про Жанна Парвулеску, которую я опубликовал здесь целую статью об ритуальном убийстве царской семьи. Кстати, в следующем году исполняется 100 лет со дня убиения царской семьи. Даже Следственный комитет Российской Федерации заинтересовался этой темой. И мне очень радо, это случайно, я вам признаюсь, что я даже спрашивал, я не буду называть имена очень значимых интеллектуалов, моих друзей из России, спрашивал, ребята, что будет в 2017 в России? Будут там как-то этим заявить? Наверное, пройдет незамечено. А вот получилось не так. В России и церковь, и государственные власти, и интеллектуалы, академическая среда, художественная среда очень даже усердно этим занимаются, переосмыслением того, что происходит. Ну вот смотрите, появилось в историографии вот этих событий, появились такие термины, как, да, ритуальное убийство царской семьи, демоны революции, сейчас говорят, в вашей книге название тоже присутствует, конспирация демонов революции. Ну, в наши с вами молодые годы, когда мы изучали историю Советского Союза, не применялись этих терминов. Понятно, почему. Кто интересовался глубже историей, тоже, наверное, не натыкались в те годы, чтобы вот революция рассматривала сквозь призму таких вот, ну, не знаю, терминов близких больше к духовной, наверное, составляющей. Но, опять же, нет ли здесь перекоса? Да, мы не идеализируем события столетней давности, но мы уже их наделяем с определенным таким негативизмом. То есть, когда мы говорим о самой революции, говорим, демоны, конспирология демонов. Ну, допустим, опять же, если вернуться к убийству царской семьи, расстрелу царской семьи, вот когда идут разговоры о том, что это ритуальные действия, то, опять же, вот демонизация всего этого происходит. Не случится ли так, что это, опять же, продолжение такого, будем говорить, ну, заговора западных идеологий против того, что происходило на этой части планеты, для того, чтобы уже один раз и навсегда, как бы, заставить человечество, и в том числе людей, живущих на постсоветском пространстве, обращать внимание на эти исторические факты исключительно с позиции отрицания? Нет, дело в другом, все понимают, что падение Российской империи было выгодно западным основным игрокам, англосаксам, как говорим, и немцам, да, поэтому в финансировании этой революции всем известно, кем было организовано, американскими банкирами и немецким кайзерам, это не я сказал, для этого достаточно работ, книг не только Николая Старикова, но и многих, Мельгунов и так далее. Это целый ряд работ, исследований русских и западных историков, которые все это давно показали и доказали. Шла Первая мировая война, нужно было разрушить имперскую царскую армию для того, чтобы заключить мир, иначе бы Германия могла быть... И вот был профинансирован товарищ Ленин и все остальные. Что после произошло? Просто мы иногда путаем то, что в поздний или уже более поздний период Советского Союза все это же как-то по-другому перемололось. То есть, когда мы смотрим на первую причину, почему мы можем перевести по-русски и по-другому, я когда нашел это, когда подошел к этому заглавию, я просто вспомнил Достоевского «Бесы». Наверное, так было бы точнее сказать, конспирация «Красных бесов». Вот мы когда говорим, скажем, о двух фигурах, скажу так, Достоевский и Солженицын. Солженицын, который написал вот этот огромный роман «Красное колесо» или там «200 лет вместе» у него особая работа, двухтомник такой, или когда писал Достоевский, да и другие. Они же понимали, что корни большевистской революции кроются в том, что начиная с 18 века русская аристократия, интеллигенция, разночинцы и так далее читали книжечки французских революционеров. Вот все это вольнодумство, скажем так, декабристы, вся эта чушь, которую мы изучали как положительную вещь, да, и все эти вот теракты против царя, против других важных руководителей тогдашней Российской империи мы же изучали как положительную вещь. А когда мы подумаем о том, что это готовилось более 300 лет, это совсем другое дело. Почему российские элиты стали себя чувствовать не до запада? Вот, и поэтому, когда мы говорим о большевизме, большевизме или коммунизм в целом, это является западной импортной идеологией, которая была воспринята, даже вот отец Дмитрий Смирнов, известный, священнослужитель из России, очень уважаемый, говорит, ну что делать, если даже часть духовенства обрадовалась большевистскому перевороту? Почему? Да потому что так было уже несколько поколений. Вот конфликт между западниками и славянофилами, да, или между традиционалистами и либералами оставался очень острым на протяжении столетия. Ну, конечно, нельзя забывать о том, что масонство имело очень сильное влияние на это, и кто смотрел или читал книги о февральской революции, знает, что там, кроме одного человека, имя, который сейчас забыл, во всем тогдашнем временем правительства только один не был масоном. Очень тоже важно понять, что символика и пентаграмма, и все остальные символы, которые мы знаем в советском периоде, они имеют и оккультный характер. Или, как говорит господин Шамбаров, известный историк, у него книга называется «Оккультные корни Октябрьской революции». То есть, это очень серьезная вещь. Параллель, которая проводится в этих интервью историками, не только, между французской революцией и большевистской революцией, очень интересно, ведь во Франции тоже сто лет готовили эту революцию. Против кого? Против монархии и против церкви. Это самая основная вещь. Если французская революция означает выход на историческую сцену третьего сословия, или купечества, или торгашей, вот есть такой известный социолог и историк экономии начала прошлого столетия, его зовут Вернер Зомбард. Его книга называется «О том, что происходит вообще с человечеством в современности», он называет это «Торгаши и герои». Закончилось время героев, чести, мужества, что означает «Аристократия духа», и пришла эра торгашей. Вот когда мы говорим сегодня про республики Молдова, про олигархов, про концентрацию капитала, про все-таки несправедливость, – это плод французской революции. Это очень серьезная вещь. И поэтому, когда мы говорим о том, что произошло в России, мы не можем говорить только о том, что произошло 25 октября 1917 года. Мы всегда должны идти глубже и смотреть, а кто подпитывал всю эту бунтарскую мысль. И почему для нас до сих пор, потому что мы так учились в Советском Союзе, там, я не знаю, Стенька Разин является положительным персонажем, там, все такое. То есть, нужно понимать, что удар, который был нанесен по России, обозначил самую значимую геополитическую катастрофу. Вот Путин как-то сказал, что падение Советского Союза была самая огромная геополитическая катастрофа XX века. Он, конечно, прав, но можно и добавить, что это была вторая геополитическая катастрофа по значимости для всего континента, даже для всего мира. Первая? Первая – это большевистская революция. Февральская, потом большевистская. Потому что это стоило в жизни десятков миллионов людей. Подумайте о том, что целые поколения русских выросли на чужбине. Это огромная трагедия эмиграции. Это огромная трагедия. Подумайте о том, сколько священнослужителей было уничтожено. Вот очень интересно, что аристократии и священнослужителей мочили, как мы сегодня говорим, и французские революционеры, и большевики. Мне нравится, как пишет одна из авторов, француженка Валерия Бюго, которая скоро приедет в Молдову на презентацию новой книги, которую мы издаем сейчас. Она говорит, так называемая французская революция, так называемая русская революция. Это не русская революция, это революция, произошедшая в России. Это не французская революция, потому что это не было плодом стремления французского народа или русского народа. Нет. И мы часто подходим к этому процессу. Я заметил, даже на презентации вот этой книги, люди, которые моего поколения и чуть постарше говорят, ну вот, мы летали в космос. Но для этого не надо было обязательно убивать десятки тысяч людей, десятки миллионов людей, извини. То есть это очень важно. Да, вот Чкалов через Северный Ледовитый океан. Ну, ребят, ну, правильно, да, это здорово. Индустриализация, да, это здорово. Но это не является следствием убиения. Это произошло вопреки, а не благодаря большевистской революции. Понимаете? Ну, вот вы как раз ведь говорили о том, что последующие годы они перемололи то, с чем революционеры шли. Они перемололи их идеологию, они изменили, а точнее, наверное, сохранили то, на чем держалась Российская империя, традиционные ценности. Ведь понятно, что как раз отрицание традиционных ценностей лежало в основе идеологии революционеров, первой волны революционеров или тех, кто, в общем-то, занимался той революционной деятельностью, которая привела к Октябрьской революции. И вот то, что перемололо, да, вот эта гибель миллионов людей, наверное, как результат того, что люди, переосмыслившие результаты этой революции, должны, наверное, посчитали, что они вынуждены идти этим путем, иначе тогда той стране, которая существовала на остатках Российской империи, уже было бы не выжить. Ну, вы знаете, и так, и не так. Правильно все говорят, что история не делается в сосногательном наклонении, да. Ведь задача этой книжки и вот мое очень такое трепетное отношение к тому, что произошло, я переживаю это как личную трагедию. Я считаю, что Крым не переживает это как личную трагедию, то, что произошло тогда, с половиной человечества. Ну, наверное, что-то не в порядке, наверное, что-то не домыслил. Я рассматриваю это больше с духовной составляющей. Я вам приведу такой пример. Есть такой святой 20 века, Владимир Велимирович, серб, известный духовник, и вот у него приходилось столько людей за духовными советами, что он просто не успевал всем отвечать. И он стал использовать эпистолярный жанр. И вот он написал письмо, это публиковалось в газете, письмо один беглый белый офицер, русский офицер. И он спрашивал батюшка, за что? За что сегодня Россия окровавлена? За что? Миллионы небитных жертв, десятки миллионов голодающих детей. Ответ был чисто православным. Радуйся, сын мой, теперь ваши новомученики в раю и молятся за спасение вашего народа. Вот эта интерпретация, она православная. Мы говорим, бессмысленные жертвы. Ну, раз Господь попустительствовала это, значит, это было неизбежно. Или, как говорит Жан Парвулеско, известный метафизик, вот моего книгу издали, называется «Владимир Путин и Евразийская империя». У него очень много глав посвящены тому, что произошло в России раньше, что происходит сейчас. Ведь материализация этих духовных битв называется историей. Есть параллельные миры, есть духовные миры, есть материальные. А мы социкливаемся только на том, что на видимом, понимаете. И в этом смысле слова, конечно, раз это произошло, значит, это было неизбежным. И, может быть, возрождение российского народа по-другому не могло произойти. Вот вспомните простые примеры, все знают. Ну, Пушкин был запрещен, Достоевский был запрещен. Все, что означает классику русской мысли, философской, все, что означает художественное творчество России, было запрещено в первые десятилетия советской власти. Пришел товарищ Сталин, грузин, сказал, ребят, а ну давай мы этих троцкистов в тюрьму, кого расстреляем, кого за борт отправим на запад, как троцкого, да? И это стало возрождаться. Это стало возрождаться. Мы все выросли на российской классике, она не была цензурирована. Очень интересная вещь. Это Советский Союз. Это совсем другая страна. Только территориально она выглядела. И как внешние символы. С точки зрения культурной, это уже был другой мир. Ну, вот, как раз с этим интересно. Но хотелось вот такой вопрос. Вы говорили о параллелях, которые возможны при чтении этой книги. Так или иначе, возникают параллели с сегодняшним днем. Ну, вот, на ваш взгляд, какие параллели просматриваются с событиями сегодняшней политической жизни? Я не говорю о политике Молдовы, я говорю о политике вообще. Глобальная, да? Потому что, да, тема сегодняшней нашей встречи, она достаточно и глобальная, и прикладная. Можно все это примерить к сегодняшним событиям. Ну, да. Я специально сунул один провокационный вопрос в моей анкете, 10 вопросов. Параллель между большевизмом и глобализмом, как идеологией. Ведь первая генерация большевиков рассматривала Россию как плацдаром для мировой революции. Это была тоталитарная идеология с претензией униформизировать весь мир, перекроить весь мир по собственным идеологическим, скажем так, предпосылкам. То же самое проходит с глобализмом. Когда мы говорим или глобализм, как термин, который заменяет неолиберализм, да? Рыночная экономика, свободное передвижение, либеральная демократия, всеобщие выборы, права человека вплоть до отказа от кола, вплоть до всех этих вот сатанинских вещей, которые мы видим на Западе, которые во многом превосходят кощунственные явления, которые мы видели в начальном периоде Советского Союза, это абсолютно оправданные параллели, они не случайны, поскольку и одна коммунистическая идеология, и либеральная идеология имеют те же исторические интеллектуальные корни. Это плод модерна или нового времени, это плод просвещения, там нужно искать корни зла. И очень интересная вещь, что при Советском Союзе, как и в наш постсоветский период, или в либеральном обществе на Западе, просвещение, например, век просвещения, Ведро, Руссо и так далее, но это что-то вроде апостолов для нас, да? Это всегда со знаком плюс. Или, скажем, французская революция, Ленин любил французскую революцию, да? Они даже затеяли красный террор в тот же день символически, когда был начат террор якобинцев, это очень интересно. И это очень важно понять, что сегодня человечеству труднее выжить перед натиском нового типа тоталитаризма. Почему? Потому что коммунистические репрессии имели очень наглядный, наглядно можно было узреть, человека убивали, человека ссылали в тюрьму, были гулаги и так далее. Это было физическое насилие, но душа оставалась свободной. Теперь тело сыто, а душа пуста. Вот разница, в которой видят, скажем, румынские духовники. Я вспомнил, сейчас мы перед передачей говорили с вами, что один пожилой священник, монах, его спрашивает мой друг, академик, нынешний академик Сорин Думитревский в одном интервью, еще лет 25 назад. Батюшка, вы сидели при коммунизме? Он говорит, да, сидел. Ну, все-таки, когда было лучше? Тогда или сейчас? Он говорит, тогда. Ну, почему? Он говорит, почему? Вы же сидели. Да, я сидел, моя душа была свободная. Теперь новая форма тоталитаризма забирает наши души, наших детей. То есть нам предлагается свобода физического состояния в обмен на то, что, в принципе, духовно мы себя чувствуем. То есть тебя могли ограничить геологически, политически, ты не мог там говорить, там, ругать первого секретаря, но в твоем мире ты оставался свободным, культурно, духовно и так далее. Теперь тебя забирают душу. Это общество потребления, это общество спектакля, это общество, которое уничтожает всякого рода смыслы. Когда мы, да, коммунистическая Россия или Советский Союз сделал огромный индустриальный прорыв, но никогда в России не думали о том, что нужно изменить полы, что нужно заниматься трансгендером, что можно создавать однополые браки. Вы знаете, вспомнил, что в уголовном кодексе была статья? Ну, конечно. Помню этот старый еврейский анекдот, когда один еврей говорит другому, что я уеду из России. А почему? Потому что раньше за это сажали, потом уже стало непреследуемо, и будет, что скоро станет обязательным. Вот понимаете, так оно происходит. То есть сравнение не случайное, то есть коммунистический эксперимент сохранял определенные рамки. Когда мы говорим о морали такой, атеистической, она была атеистическая, церковь немножко посмеивались после того, как перестали преследовать. Но ценности семьи, нравственные ценности, да, что хорошо, что плохо, они были созвучны православной морали. И вообще религиозной морали, потому что все религии здесь держатся на морали, на того, через чего нельзя переступать. Папа, мама, я дружная семья, а сегодня в Париже в Майке, на которой изображен мужчина, женщина и маленький ребенок, могут арестовать человека в этом муне. Я вам скажу такой пример. Я вот в Тбилиси был, господин президент Дадон, еще не был тогда президентом, он был на этой всемирном конгрессе семьи. И вот мы говорили с разными людьми, из Великобритании, из Германии. И нам одна дама из Германии сказала, Юрий, вот мы с вами тут говорим, да вот в кафе. А если бы нас услышали в Германии, в моей стране, просто частные разговоры, я говорю, с подружкой за чашкой кофе могут арестовать сначала на две недели, а потом и надолго. То есть ты не имеешь права ставить под сомнение доминирующую сатанинскую идеологию. Вот мы помним в Советском Союзе последние два десятилетия, Брежнев был там руководителем страны, ну все просто ухахатывались там анекдотами и так далее. Но это совсем другой был период. Это какая-то видимость какой-то идеологической настройки, а так ли чувствовать себя довольно свободно. Попробуйте вы где-нибудь в западной стране сказать, ребят, вы знаете, есть определенные вещи, которые я не приемлю. Это не безнравственно, это не хорошо. Нет. Теперь эта идеология является очень страшной. Когда мы говорим о том, что если ускальзывает в наших публичных бесед, что такое трансгуманизм. Вот, пожалуйста, новая версия неолиберализма, трансгуманизм. Что такое роботы-киборги и так далее. Мы находимся на очень крутом историческом повороте, если человечество не остановится, мы провалимся все в хаос. Мы не знаем, как будут выглядеть наши внуки и будут ли они вообще. Вот вспомните наши села здесь в Молдовии, да? Что далеко ходить? Они практически происходят. Что происходит? Вот сегодня говорил с одним из коллег, вот смотри, международные инстанции пишут, что в республике Молдова люди выезжают из-за того, что в стране коррупция и олигархи. Ну и да, они нет. Потому что это вредные, неприятные явления. Но люди выезжают, потому что нам такую экономическую модель навязали. Понимаете? Жить с достаткой в республике Молдова, мне кажется, я может позволить. Я не говорю, шикарно, в достатке, чтобы можно было нормально поесть, а будь одеть детей. Почему? Значит, нам выделена такая роль рабов на их рынке труда. Мы интересны, республика Молдова только как плодородная земля. Все. Ну еще как инструмент геополитической войны против России. Интересная такая штука, что постоянно гоняют российских журналистов. Это что такое? Это как понимать? Разве власти республики Молдова этим занимаются самостоятельно? Нет. И поэтому я, как старый антикоммунист, всегда в своих статьях и выступлениях говорю, что, ну ребята, нам не нравилось многое в Советском Союзе, да. Но вы заметили, что сегодня мы находимся под другой, более опасной империей, которая насилует души наших детей, которая превращает нас в недочеловеков. Это очень опасная и жестокая война за наши умы, за наши души, за наши культурные ценности. Вот именно духовные и культурные ценности как бы обретали в советское время государство, образующий элемент. Понятно, что отрицалась церковь как духовная, будем говорить, ценность советского человека. Но тем не менее церковь не уничтожалась. Ну первые десятилетия, да. Потом, уже с момента Второй мировой войны, уже мы помним этот исторический исключительный момент, когда Сталин возродил и патриархию, и когда икона Святой Богородицы обошла всю Москву и так далее, когда Россия, Советская Россия выстояла перед германскими войсками. Все это ведь после Второй мировой войны было все по-другому. Преследования на церковь перестали. Да, церковь была немножко задвинута, но она уже не была отгонима. Любой человек мог идти в церковь, конечно, если люди, вот мы, например, я из такого поколения, которых нас крестили по секрету в соседних селах. А почему? Ну, знают, ну, папу выгонят с работы, маму, мама моя была учительница. То есть люди, которые как-то имели какое-то участие к государственным структурам, к образовательной системе, там, и к администрации, они осторожничали в своих отношениях к церкви. Это было, конечно. Но многие простые люди продолжали ходить в церковь, и никто их за это не преследовал. Получается, что сегодня в либеральном мире, где как раз происходит преследование подобных духовных ценностей, когда идет отрицание всего этого, наоборот, говорят, что под прикрытием так называемых прав человека сегодня продвигаются ценности, будем говорить, то, что претит тем, кто вырос в такой формуле обычной традиционной семьи, в окружении таких понятий, как, например, защитник отечества, защитник женщин, ты отвечаешь за последующее поколение, значит, ты воспитатель этого поколения. Получается, сегодня на Западе, как раз когда все это отрицается, наверное, связано с тем, что именно в сохранении всего этого, в сохранении вот этих ценностей, как государствообразующих, видит угрозу глобалисты. Ну, конечно, теперь задача расчинить все, что возможно, атомизировать все, что возможно наше общество, это происходит всюду. Я хочу просто процитировать одного из моих друзей, известного интеллектуала французского, его зовут Эрвей Жовен, он опять приезжает в Республику Молдова, мы и его книгу будем презентовать, очень интересный автор, это писатель, публицист, экономист, международный консультант, и он всякий раз в своих выступлениях на телевидении в Париже или за рубежом, или в своих книгах он подчеркивает, что как русский народ был первой жертвой большевистского эксперимента, так и американский народ первая жертва глобализма. Когда мы говорим про всемирную плутократию, первая жертва, кстати, реакция Трампа, и то, что он стал президентом, Трамп является экономическим националистом, его там, конечно, подминают и так далее, хотят смять, сместить с должности, но он выражает инстинкт самосохранения американского народа, Америка ферст, и любая страна, скажем, да, для меня Молдова первым делом, да, а потом уже ваше дело, что меня интересует мой национальный интерес, когда мы говорим о геополитике, экономике, о культурных ценностях, все за это связано, и то, что происходит сейчас на Западе, очень интересно, у нас, к сожалению, это еще мало заметно, что традиционные левые и традиционные правые становятся взаимодополняющими в своей критике к системе, к доминирующей модели, и поэтому они называются там антисистемными партиями, антисистемными интеллектуалами или даже антисистемной прессой, поэтому происходит очень интересный сплав между неомарксистами или традиционными левыми, а не доминирующими левыми, так называемые социал-демократы или там правые либералы, условно правые либералы, которые, в общем-то, срослись, и которые выражают, кстати, про капитал, почему люди пошли за большевиками, да, потому что несправедливости было много. В борьбе за капитал всегда страдает тот, кто лишен доступа к деньгам. И поэтому сейчас переосмысление трагического опыта 20 века и вот того, что происходит сейчас, подталкивает естественным образом интеллектуалов, в первую очередь, левого и правого толка в единую пряжку для выживания наших общества, с человечества. То есть к здоровому национализму. Да, да, абсолютно верно, абсолютно верно. Вот скоро мы организуем большую конференцию в Кишневе с участниками, с участием около 80 людей из разных стран мира. Это под агидой Народного университета вместе с Евразийским движением, которое возглавляет Александр Дугин и с нашими французскими друзьями из комитета Жанна Парвулеско. И вот я говорил с нашими друзьями из Италии, которые очень тоже будут. Будут и вот Джульетто Кьезо, допустим, известный мыслитель, политик, журналист, писатель итальянский. Джульетто будет здесь, Кьезо опять. Будут люди абсолютно консервативного толка. Их общее устремление. Ребята, а как сделать так, чтобы Италия вновь стала независимой? Что делать с евро? Нужен ли нам евро? А что нам дала евроинтеграция? А может быть это ущербная идея? Во Франции то же самое. Великобритания уже выехала из этой тусовки. Готовы даже расстаться с такой суммой, как 50 миллиардов от купных. Да, да. То есть инстинкт самосохранения наций, выражающийся через свои политические и интеллектуальные элиты, приводит к единому знаменателю традиционных левых и традиционных правых. И мне очень приятно, что вот с Германии приезжают только двое на эту конференцию. Один правый, абсолютный консерватор, евразиец, он руководит центром по евразийских исследований, так называют, центром евразийских в Берлине. Другой же является неомарксизмом. Они очень хорошо ладят. Они публикуют друг друга статьи на своих сайтах, на своих медиаресурсах, потому что они созвучны. Или как говорят сейчас во Франции, это с точки зрения левой, это отношение к труду, то есть социальная справедливость, с точки зрения ценностной, это правая, консервативная мысль, то есть семья, культура, церковь, духовные ценности. И вот эта комплементарность, я думаю, что должна найти свое место и в наших публичных дебатах, в нашем публичном дискурсе, потому что говорить так, что левые те, кто хотят поближе к России, а правые те, кто поближе к Европе, это немножко наивно. Это немножко наивно, это нужно тоже перемолоть в наших умах и понять, что здоровый экономический национализм и понимание того, что Молдова прежде всего, если перевести Америка ферст, Молдова прежде всего, это для меня фундаментально. Я уверен, что я вижу на наших встречах люди, которые были моими оппонентами в парламенте, мы часто ссорились, я не знаю, Михаил Сидоров или Виктор Степанюк и другие наши общие знакомые, друзья. Мы очень комфортно беседуем с другом. У нас очень многие разные взгляды на историю, на тот же 17-й год и так далее, но в одной упряжке, потому что мы чувствуем одинаково необходимость помочь нашей нойде Республики Молдова стать на ноги и перестать быть колонией. Мы сейчас являемся колонией. Как раз хотелось спросить, что на ваш взгляд сегодня представляет молдавская политика? И вот такая емкая характеристика колонии, в общем-то, наверное, характеризует сегодняшнее состояние Молдовы и как политического организма, и как государства, которое ищет ответ на вопрос, состоялось ли оно. А вы знаете, просто по инерции после падения СССР мы не заметили, что нами стали руководить из-за мне. Сначала это было идеологическое руководство, а потом это стали сплошные директивы. Мы понимаем, что Республика Молдова сегодня управляется и не только Республика Молдова, и соседняя Украина, и соседняя Румыния, то же самое. Абсолютно никакой разницы. Все, что касается нашего законодательства, все, что касается нашей экономической модели, все, что касается нашей образовательной модели, это импортные проекты. И почему я об этом Он так глубоко задумался, потому что я четырежды был депутатом, мы меняли правительство, мы были то в оппозиции, то в власти, мы меняли президентов, а жизнь все хуже и хуже. Что же тут не клеится, почему не получается? А оказывается рецепты заведомо были задуманы так, чтобы нас угробить. Ну, падение СССР, я как-то писал об этом пару лет назад, что впервые в истории человечества пораженная сторона принялась радостью и с аплодисментами акт капитуляции. Падение СССР и всего коммунистического пространства означало поражением. Это не значит, что та модель была совершенна, просто мы не заметили, что нам навязали модель еще хуже, с более тяжелыми экономическими и социальными последствиями. Юрий, спасибо за этот разговор, достаточно философский, в общем-то продиктован был интересом книги и такой нанизан был наш разговор на такие, будем говорить, глубокие, наверное, не скажу так, книжные мудрости, но, наверное, близких к научным каким-то оппозициям. Но, тем не менее, я думаю, зрителю, внимательному и вдумчивому зрителю телеканала КЧН-ТВ это тоже интересно и, наверное, я думаю, что ваша книга будет пользоваться спросом у людей, которые пытаются разобраться в причинах процессов, происходящих в сегодняшней Молдове и, наверное, желающие найти поиск ответа, как вырваться из лап вот этого либерализма, который сегодня властвует и в нашей Молдове, и не только, и в соседних странах. И как сделать так, чтобы вы, ну, в этом пути не потерять свое государство, а это тоже может случиться. Спасибо, будем ждать вас в нашей студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был писатель, диплом, извините, писатель, политик и журналист Юрий Рожко. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин